Я могу разговаривать с тобой на пошлые темы. Я считаю, что это парень 27 лет. Ну не можешь ты в 40 лет любить поперечного. Ты че, долбишь? А сколько лет ты работаешь? Твой любимый жанр порно. Все, это мой вердикт 26 лет. Привет, добро пожаловать на шоу «Угадать возраст по переписке». Правила игры очень простые. У нас есть участник, которому предстоит угадать возраст собеседника, который находится за ширмой. Общаться можно только с помощью чата. Всего участнику предстоит угадать возраст 4-х человек. Всем привет, с вами я, Ром Башинский. И добро пожаловать на наш шоу, которое называется «Угадать возраст по переписке». Мы уже снимали видео «Угадать по переписке», но сегодня подопытным буду я сам. То есть мне предстоит угадать возраст по переписке. Короче, парень, ЧСВ сделал проект и сидит сам, короче, в нем участвует. Это мальчик-девочка, а возраст это, знаете, от 10 лет до 70, я не знаю. То есть гораздо сложнее. Поэтому прямо сейчас поставьте под этим видео лайк. Если под этим роликом будет, я не знаю, 30 тысяч лайков, то мы продолжим этот формат. О, стоит! Ребята, Кирюху, вы его обожаете. Ставьте лайки, поехали! У меня с ними не видно, блядь. Мне очень страшно, потому что прошлого участника очень прикольно ценили в комментариях. И вообще, я как бы первый раз участвую в своих шоу сам. Да, конечно, он пиздит, ЧСВ, забейте вообще. Повесился после участия в нашем шоу. Руки дрожат, правда, вот. Серьезно. Ладно, поехали. Привет. Ляма прочел. Ляма прочел. Привет. Ты мальчик? Или девочка? Ну, это самый дефолтный вопрос. Если бы я там сидела, я рассчитывала что-то другое. Пол-то, он не влияет на возраст, правильно? Мне просто будет легче, наверное, в будущем. Спасибо большое, брат. Не. Ладно. Человек, что ты знаешь? Знаете, судя по этому сообщению, там сидит чел, я думаю, лет 10, наверное. Знаете, у меня статусы такие вконтакте были. Типа, я человек, а остальное у него. Знаки восклицательные. Бикини-ботом. Гуглом пользоваться нельзя. Это мои подходы, я их дома придумаю. Сейчас узнаем, что знает про бикини-ботом. Это спонжбоб. Блин, почему столько знаков? Ну, смотрите. Да, знаки-ботом. Можем отсеять, наверное, категорию. Можем отсеять категорию людей, которым больше 30 лет, я так думаю. Потому что, как бы, либо тебе меньше 30, либо ты старше, наверное, где-то 40, потому что твой ребенок, которому сейчас около 10, смотрит с пани-боба. Хотя не знаю, что сейчас смотрят дети, смотрят ли они это вообще. Не знаю, я в свои 16 тоже смотрю с пани-боба. Какая любимая телепереда? А может, она сидит рофлит, короче, там чел такой нереальный тролль, да, сидит, скорее всего. Скорее всего, там сидит тролль, короче, просто. А, забыла, брат, спасибо, сори. А что, твоего? Тесла. Конечно, там тролль сидит. Ну, просто угадать по нему. Получится, не знаю. Мультик Эй Арнольд. Слушай, я смотрел этот мультик, и мне вот сейчас 19 лет будет, да? А я не знаю, насколько вот он старый, слушайте, ну, явно меньше 25, я думаю. Явно меньше 25. Ну, давай сейчас вот такой вопрос. После него я думаю, да, дам ответ. Каких музыкальных исполнителей ты слушаешь? Хотя сейчас молодежь тоже слушает все подряд. Сейчас пошлая Молли, кис-кис. Егорка. Классику слушаю. А, о-о-о-о. Классику можно слушать кто угодно. Да я знаю классику Чайковский, да. Короче, я так предположаю. Этот человек, скажем так, от... Ну, знаете, Вадима, блядь, сколько лет? 19, он сидит тоже классику ебашит. Знаете, он такой включает классику в Вегас, который, и сидит, чирит, блядь, нахуй, наушники надел, такой отдыхает чисто, сидит, глазки закрыл, пожилой, и отдыхает. Хотя ему 19, так что из этого выгода нельзя делать. 18-23. В общем, мы только что решили, что... Мы придумали только что правила, и поняли, что если я сейчас говорю конкретную вот цифру, возраст, и если я попал в диапазоне плюс-минус 2 года, то как бы плюс, как бы я победил. Если не попал, то, ну, извините. Тебе 20 лет. 20 лет. О, тянка сидит. Давайте там раз, два, три, да? Это точно девушка. Правда, волосы? Мне повернулось. Привет. Привет. Очень красивая ты. 25 ей, ей 25. Скажи мне, сколько тебе лет? 18. Скоро 19. Дай, печень. Я молодец. Девушка правда классная. Мне кажется, он яйца к ней подкатил еще этой фразой. Смотри, столько зарабатываешь ты. Столько зарабатывает инвестор компании FTC. Эта компания помогает мировым... Да я не кричу, вы заебали. Спасибо большое. Нет, такого фильма нет, на самом деле. Я вот недавно в кино смотрела, в метре друг от друга. Ебать, я плакала, как сука последняя, извиняюсь за мат. Так, ну, для начала, как бы, добрый весер. Весер нормально. Добрый вечер. Добрый. Можно на ты. Она вдруг нельзя и... Можно. Угу. Давай так. Я ману... Знаете, я изучил такой голос, такой, знаете, застенчивый такой мальчик, такой девственник не реальный. Разговаривать, разговаривать с тобой на пошлые темы. Потому что таким образом мы... Не, бро, давай не нужно, пожалуйста, с прошедшим. Если прошедшие, то, думаю, не. Мы сможем узнать возраст. Да. В ЧС кинула за флот. Отлично. Был ли у тебя сексуальный опыт? Был ли у тебя сексуальный опыт? Да. Больше 18 точно. Такая твоя любимая поза. Вот буду здесь пошлым, вот с кем-то буду пошлым, а с кем-то нет. Извините. Ебать, ребят, закройте. Блин, я не знаю, это чисто вот расскажет об опыте. Да, СССР 14, СССР 12, чё, дебилы? Обычная поза, то скорее всего, конечно. Амина 12 пошлая. Ой. Уже постарше, чем, например, 18 лет. Так. Блин, я раскрыл. Понимаешь, я начал рассказывать эту приколюху ещё до того, как вот она ответила, как пойдёт. Блин, я спалился, понимаешь? Я сказал, и она ответила так, чтобы вот меня запутать. Ладно, давай так. Ты пытаешься запутать меня и сказать, что ты подросток. Кто такая Билли Айлиш? Ну давай. Давай. Не знаю. Ага, если этот не подросток. Истинно. Учитывая, что сейчас Билли Айлиш, наверное, большое количество подростков, наверное. Внушительное, так сказать. Скорее всего, этой девушке где-то около 25, может быть, чуть постарше. Сейчас попробуем вот такую штуку. Хотел бы... Хотел... Ла. А вообще, давай так. Ты парень? Ты парень? Да, ты парень. Угу. Знаете, ещё сложнее стало. Значит, смотри. Да чё сейчас, Волода? Если я спрошу тебя про секс втроём, как бы я ничего не получу. Потому что, ну, большинство парней в любом возрасте хотели попробовать секс втроём. Ребят. Но если я спрошу... Вы бы хотели попробовать секс втроём? Мне кажется, далеко не любой парень в любом возрасте хотел... Ребят, в смысле? Вы бы действительно хотели разделить свою девушку с другим парнем? Чё, 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 ебанутые? Ну, это вообще... Ну, это пиздец, парни. А, вы хотите двух девушек? То есть, вы готовы были другую девушку на себе вообще увидеть, когда у вас есть своя? Чуваки, ну, это пиздец, чуваки. Советую вам менять мировоззрение немножко. Вы себя видите отвратно просто максимально. Пробовал ли ты секс втроём? Что там такое? Что там такое? Что там? А ну? А, я видела там. Да это такой ебан чела ты снял. Сейчас забей. Это фейк, это не я. Это просто девочка, блядь. Просто дев... Ребят, мне скидывают, короче, ролик. Типа, чел сидит, блядь. Чел сидит, нахуй. А это банк. Чел сидит, блядь, ебан. Просто просорите на этого ебаната. Посмотрите на его ебалость. Прошу, посмотрите. Сидит. Где, блядь, подарки, а? Посмотрите, блядь, на него, нахуй. Посмотрите, блядь, на него. Он же тендерльбая. Вы это видите, блядь? Вы это видите, нахуй, этот кринж? Они за ухой. Это... Это не я. Это, блядь, это, понимаете, что? Просто тёлка какая-то рандомная, нахуй. Пришла, блядь, с ним в маске. Я виновата, что мы похожи с этой тёлкой. Но не я это. Я что могу сделать? Почему, почему, почему на меня всё вешают? Я здесь вообще при чём? Эти ваши, блядь, шуры-муры? Мне вообще поебать. Понятно? Просто сделай какой-то рандомный чел. Выстрел просто какая-то... Ребята, вы все наденете маску и выйдете тендерльбая. Так что забейте вообще. Это всё высирает. Это просто никчёмные высирает. Поэтому просто чел пиздит, как дышит. Так что это не тендерльбая. Мне поебать. Поэтому всё, идём дальше. Втроём. Вот тогда уже будет поинтереснее. Потому что если ты постарше, то, возможно, пробую. Нет. Что же ещё спросить? Я считаю, что это парень 27 лет. Я так думаю. Ну давай сейчас всё пострелчим, чтобы прям добить. Хотя, любимый жанр порно. Твой. Твой любимый жанр порно. Это жанр? Я не смотрю. Смотрю всё. А вот смотришь ли ты, например, порно смотришь ли ты? БДС. Порно в жанре... Ааа! Милф, наверное, это называется. Или милф. Что такое милф? Милф, да. А что такое? Что такое милф? Что такое? Что это такое? А оно сейчас... Милф. Блядь. Это мамки? Милф, это порно... Это порно с мам... Это в натуре? Я реально... Я клянусь богом, не знала. Я реально... Спасибо большое за... Infernal Simon, за донатик. Спасибо. Это реально порно с мамками? Это жесть. Это просто жесть. Просто трэш какой-то. Оперу смотрел. Милф скучно. Но ты не сказал... Вот оно плюс чадо, если милф скучно, парни. Ты не смотришь скучно? Ты не сказал, что ты не смотришь. Я считаю так. Это парень, которому... А, он что-то пишет. Сейчас он напишет. И вот после этого я скажу вердикт. Возможно, он сейчас кардинально... Мой вектор поменяет. Смотрел выпуски хорошо на портхаб? О, м***ть. Я думал, что 27. Но когда ты сказал про вывести хорошо, я понял, что, блин... Ну, в теории, если они запускаются в 2009 году, да, то тебе было 17 лет. Ты стал этим фанатом в то время. И сейчас до сих пор их смотришь. Давай так, парень 26 лет. Все. Это мой вердикт. А, да, это пиздёж. Я думаю, что мне 26. Вот. Ему 20. Вот тогда я был, блин, вот уверен. Мне сейчас кажется, там вот тотально наеб... Просто вот тотальнейшее. Ага, так и есть, брат. С***. Чувак, тебе же лет 18. Привет. Спасибо. Это молодильные брущи просто. Мне 23 года. Если считать армию, если не считать, то 22. Можно я угадаю, сколько тебе лет? Давай. Я же не знаю, сколько тебе лет. 20. 19 будет. Все, спасибо тебе. Ебать он малой. Сидит. Откуда он... Откуда он в своей силе? 18 знаешь, такой мил. Я извиняюсь, я такого слова в помине не слышала. Если не считать армию, да, это забавно было. Добрый вечер. Опять весен. Вечер. Добрый. Это не все знают, я не знала. Определимся, какого ты пола. Какого? Я буду на ты, потому что это правила такие. Я их придумал, они есть. Какой тебя больше устроит? Учитывая, что мы работаем на бити, на бити, мы разные видели, и нам как бы без разницы. Какого ты пола? Это очень важно. В последнее время мужского. Сейчас будет очень интеллектуальный вопрос от спонсора. Это будет без комментариев. Мне уже стыдно, я понимаю, что он, наверное, очень взрослый человек. Не вижу в этом смысл. Хорошо. Давайте по-серьезному. У тебя есть жена? Чисто по логике, у меня было уже 3 человека от 20 лет. Я думаю, сейчас здесь человек по старту. Ну, серьезно. О, все, ему 27. Вот если ему сейчас не будет 27, то я душа. Душа, есть. Как бы это ни о чем не говорит, но давай начнем так. Есть ли у тебя дети? Это тоже очень важно. Дети тоже есть. А сколько лет детям? Нет, ну как? Вообще, в самом деле сложно угадать по возрасту детей и возрасту родителей. Потому что, ну, кто-то 18 детей заботит. Меня, например, 29 сообщали. Для родителей дети в самом любом возрасте малыши. В любом возрасте малыши. Правда. Блин, мне что-то сейчас стыдно стало. А вдруг детям, например, 20? Да, может быть. А я вот тебе такой вот пишу. Каким же образом мне узнать? Ну, давай, наверное, что ты можешь сказать? Что ты можешь сказать в правительственность Константина Черненко? Это, блин, важно. Был такой политический деятель в прошлом веке. Смотри. Если тебе, например... Я даже не знаю, кто это. ...35, вряд ли ты его знаешь, потому что ты был маленький. И этот правитель, ну, этот человек, он был в власти где-то год. Да, там, чуть в этом духе. Если... Значит, тебе побольше. Ну, объективно. Ну, либо ты занимаешься историей, увлекаешься историей, как бы знаешь всю историю Советского Союза и нашей страны. А... Давай так. Самое яркое воспоминание из... Нет, камера не починила. Мне сегодня Дэнин одоносил на новую. Но я обменяю на баллоны. На 90-е. Твое. Твое имею. Самое яркое. Талон на сахар сигареты. Либо ты хочешь запутать меня сигаретами. Если тебе было тогда, скажем, 14 лет, 15, ты мог как бы курить, уже в этом возрасте начинает курить. Возможно, ты был старт. Да, кстати, у меня папа начал в 12-13 лет курить. Примерно, как я и думал, 80-го. Ладно. Это пиздец. Чуваки, сиги, это полная хуйта. Не курить, это вообще пиздец. Пусть будет 44 года. Это мой окончательный ответ. 44 года. Я думала, 50. И мой стыд. Блин, я не хочу. Я не наигранность сейчас эмоций. Я не хочу. Сколько вам? 50? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Андрей. Я автор канала «Но не вопроса». Сколько вам лет? 57. А я сколько сказала? Я забыла просто. 44. Ну, после 40 это уже плюс-минус 10 лет. Это уже не важно. Я такой сюрприз неожиданный оказался. Ну что ж. Санэпай. Не вперёд ли быть сюрпризом? Ничего страшного. Вопросы были короткие. Интересно. Некоторые даже очень. Например? Например. Да что-то там про бормотание. Я теперь буду вот прям вот держаться. прям вот по лайту. Никаких вот жескача. Никаких жескача. Участник долго реагирует на привет. Это не о чём не говорит? Доброго времени суток. Ля, какое приветствие! Чёрт с формой пришёл просто сюда. Давай вот прям по стандарту. Ты. Парень, мне кажется, чел под шарами. Значит, чё он такой? На, я сикую-то такой. Парень или девушка? Это мне очень важно. Полумужской. То есть, типа, не парень. То есть, типа, может быть взрослый мужчина. Хорошо. Ты уже закончил школу? Не сказать лишнего. Вот главное правило этого шоу. Давно, как и университет. Это первый участник, который мне сам даёт подсказки. Сколько лет ты учился? Да, реально, даёт подсказки. Бакалавр, специалитет, что-то, может, и магистр. Ну, я думаю, сейчас будет по лайту пять, как всегда. А, четыре года закончил. Офигеть, как это четыре года, я тоже уже четыре года закончу. Ну, смотрите, уже больше двадцати двух. Сто процентов. Прекончил университет. Давай так. Ты работаешь? Блин, больше или меньше тридцати? Крюки, да, я снюс, даю шары и чилю, блин. Знаешь, сейчас жизнь, жизнь чисто корвус-мен такая, лайв. Корвус-лайв такая нереальная. Ага. Администратор. А сколько лет ты работаешь? Прямо вот так в лоб, но как бы, блин. Нет, возможно, ты работал, когда учился. Я не знаю, сейчас это тоже вот всё будет смешано. Но, опять же, может быть, ты учился заочно, и тебе вообще не мешало это работать администратором. В этом заведении больше пяти. Слушай, он вот пытается максимально намекнуть на то, что ему много лет. Вот максимально просто. Я вот уже сколько лет, наверное, уже третий намёк. Я даже вот не знаю, что спросить. Участник что-то пишет, любимый комик. Ща, а то он поперечного скажет, да? Она ему 30 лета. Хорошо, хорошо. Тридцать ему. Любимый комик, давай. Поперечный. Тролль, блядь, ебаный. Простите за мат, если ты тролль. Хорошо. У тебя есть жена? Вот это вот прям 100% вопрос. Тебе и жена. Нет, теперь всё. Да, всё. Короче, это чувак, который закончил в школу, не знаю, экстерном в 16 лет. Отучился, сука, на заочке 4 года. В это время он в 17 начал работать в администраторе, ему сейчас, ему, х**, 22. И он просто, ему, х**, стебётся. А сколько? Нет, скорее всего, 25. Девушек. 25, я думаю. И всё. Конец. Приехали. Большую дюжину. Я вот не знаю, есть такой, знаете, вот, если у девушки было много парней, она шлюха, если у парня было много девушек, он красавчик. Ну, не знаю, это вот такое у нас есть мнение. Ну, не можешь до 40 лет любить поперечного. Ты чё, долб***ь вообще, ну, серьёзно. Поэтому я даю... Поперечный, не обижайся. Давайте, наверное, 35 лет. Конечно, я сейчас не упаду, но пусть будет 35 лет. Ну, вообще, нет, вообще, не буду. О, носочки. Это я себе хлопаю. Здорово. 25-е-е. Здорово. Дашь мне ещё одну попытку? Давай. Слушай, ну, понимаешь, вот борода – это такая штука. Вот, неаполитанский в 20 с бородой, как габар в 31. Вот, просто, тебе меньше 35, явно. 30? 25? 26. Всё, спасибо. Я сказала! 25! Блин, я тоже рад, но я проиграл, поэтому не очень рад. Ну, что, на этом всё? Ну, это изи для меня, как бы, всех угадала, нахуй, всех просто разъебала. Просто сломала всех. Просто всех разъебала, щуки. Ну, вообще, без вопросов. No questions, no answers вообще. Ставь лайк, если заебали тупые девки. Подпишись, если заебали тупые девки. Сука, мить, если заебали тупые девки. Ставь лайк, если заебали тупые девки.